Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим с вами о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова, и сегодня нашу программу мы посвятим алкогольной зависимости. Мы проведем дискуссию как раз на тему того самого выбора, потому что, как правило, зависимый от алкоголя, который принимает решение выздороветь от этого недуга. У него есть несколько, как минимум, вариантов, как это сделать. Один из них – это, например, пойти в наркологическую клинику на консультацию, к врачу-наркологу подобрать медикаментозный способ лечения. Также есть возможность лечь в реабилитационный центр и пройти определенный курс терапии. Есть вариант обратиться в общество анонимных алкоголиков, прийти на собрание анонимных алкоголиков и вместе с участниками этого движения начать свое выздоровление. Сегодня мы говорим об эффективности вообще этих возможностей избавления от алкогольной зависимости и также хотим поговорить о возможном взаимодействии организаций как раз в процессе лечения от алкоголизма. И у меня в студии врач-нарколог Илза Максима. Здравствуйте. Здравствуйте. Участники общества анонимных алкоголиков Андрей и Петр. Добрый день. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Да. И также в программе у нас заочно поучаствует психотерапевт, руководитель программы реабилитации зависимых Миннесотто Венита Давы. Ну, заочно в записи, к сожалению, она не смогла прийти, но оставила свои комментарии так. Госпожа Максима, хотела бы начать с вас. Вот каким образом осуществляется лечение зависимого от алкоголя? Какие методы лечения вы как врач-нарколог практикуете? Ну, всё начинается с выбора самого человека прийти и спросить помощь. Прийти самому, и его мотивируют те происшествия в жизни, что с ним происходит, или проблемы со здоровьем. Возможно, и даже отношения в семье, да, когда, ну, это такой семейный совет, да, и человек решает, да, я буду пробовать и проконсультируюсь у врача. И в этом первой встрече важно определиться, действительно, понимает ли человек, ну, куда он пришёл, и какие это возможности, ну, от врача, что он может предложить. И мне кажется, вся суть помощи в том, что если человек по своему рассказу, ну, видит и определяет, что эта болезнь, употребление его завело в угол, да, вместе с врачом ищется план лечения, когда у человека возможны разные выборы лечения и дороги, ну, к благополучной жизни, как он его может вести, эту жизнь с этим диагнозом, да, но ищутся лучшие дороги. Это такой, как план лечения, да, и врач по анамнезу, по состоянию здоровья, по социальным возможностям, да, составляется такой план, который может содержать нефармакологические планы лечения. То есть медикаментозные и не медикаментозные. Да, первое всегда рассматривается не медикаментозное лечение. Я бы хотела именно это актуализировать, что, да, иногда, когда у человека нужно детоксикацию, это больница, это что-то неотложная терапия, да, но если человек, например, не совсем в таком неотложном состоянии, но он не может прекратить употребление, сначала определяются именно нефармакологические возможности лечения. Но важно, чтобы человек знал разные дороги своего выбора. Получается так, что если он несчастен и несвободен в этой болезни, мне кажется, важно, чтобы он видел свободу выбора для своего будущего. Это определяет его как личность, как взрослого человека, который для себя принимает решения. И врач помогает ему вот знать, просто даже знать свои возможности. Ну вот о возможностях есть медикаментозные и не медикаментозные, если вот рассказать о них поподробнее. Ну, не медикаментозные, всё начинается с решения самого человека, что та жизнь, в которой он живёт, для него ужас, что это не то, что он для себя велитый, и он делает какие-то выводы, что его это уничтожает, может быть, он уже на дне. И тогда первое, что он может выбрать, и что я и говорю, самое доступное – это группы поддержки, потому что это он, так сказать, зашёл на сайт или позвонил и нашёл группу, где ему надо встретиться с этими людьми. То есть как раз поддержка анонимных алкоголиков? Именно так. Когда вы направляетесь к клиенту? Это доступное возможное лечение от зависимостей. Следующее, что это действительно врач, к которому он приходит, и врач может предложить программу Миннесоты, мотивации Миннесоты или даже рехабилитацию. Он может предложить индивидуальную психотерапию, если на тот момент… Есть необходимость. Да. Но это никак не исключает возможности продолжения комбинировать врачебную терапию с группами поддержки. Врач ещё может использовать как раз медикаментозную помощь, которая содержит лекарства, которые работают против тяги и симптоматическое лечение. Ну мало ли что, какие симптомы у человека есть на тот момент, чтобы он на уровне более-менее спокойства реальности мог оценить и выбрать ту дорогу, которую он для себя велит. Но есть и пару методик, которые тоже используют, но кому они годятся, кому нет, но про это я уже в прошлый раз рассказывала. Да. Но сейчас мы поставим комментарий, который нам дала руководитель как раз программы реабилитации зависимых Миннесоты, Венита Давы. Она рассказала о том, как работает Миннесота и что она предлагает зависимым. Вот давайте послушаем. Ну программа работает уже давно, 29-й год в Латвии, да, наша программа. И в основе программы это групповая психотерапия, да, происходит лечение зависимостей наркологических, ну как бы всех, алкоголизма, наркомании и азартной зависимости, да. Ну так как групповая психотерапия в основе этой нашей программы, то конечно очень структурированная наша программа будет очень, как бы каждый день. человек занят тут, происходит групповые занятия два раза в день, еще третья группа, когда идет рефлексия дня, так что, ну каждый день занятый тут для пациента, да. И конечно самые основные, значит, задачи наши уменьшить отрицание своего заболевания и дальше уже увидеть своих защитные механизмы, дефекты характера, научиться контактировать и быть в отношениях с другими, да. Ну вот это самое, может, такое основное. Мы не работаем по 12-шагу, и я вам говорю, что в основе тут уже психотерапия, да. А этот метод основной, из шагов мы используем только первый шаг. Мы более профессионально работаем, это, ну мы занимаемся лечением личности уже, не только заболевания, но и человека как личности. Да, потому что, ну, ну, как сказать, у всех есть личностные расстройства, да, у наших больных. Вот с этим мы и работаем. Ну вот, что касается анонимных алкоголиков, как работает программа выздоровления в анонимных алкоголиках, и что, на ваш взгляд, помогает зависимым выздоравливать с помощью этой программы? Да, пожалуйста, Петр. Ну, дело в том, что за 28 дней, я сомневаюсь, что можно меня как личность вылечить. Это вы сейчас в комментарии спожидали. Да, и более того, я знаю людей, которые, да, пришли после Миннесоты, и сейчас очень замечательно остаются трезвыми, да, но им было страшно выходить, потому что им не было куда идти. То есть они возвращались туда же, где жили, в ту же самую атмосферу, в те же самые компании, и всё начиналось по-новому. Вот. И вот придя в сообщество анонимных алкоголиков, да, им было действительно куда пойти, они тут же ходили, пошли на собрания, да, тут же завязались какие-то личные контакты, и благодаря этому они остались трезвыми. Да, ну, что касаемо Миннесоты, я не был, но я знаю очень много людей, которым она действительно помогла, и которые благодаря Миннесоте остались трезвыми, поняли, что это это малевание, болезнь, да. Мне, как алкоголику, в принципе, не так сложно отказаться от алкоголя, мне сложно трезвым жить, да, я не могу трезвым жить, просто не могу. Да, я, в общем-то, ну, неизлечимый алкоголик такого четвёртого типа, да, то есть, как бы, я, наверное, родился, потому что я, сколько себя помню, не было такого, чтобы оставался алкоголь на столе, и я говорил, всё, мне достаточно, этого не было. То есть, контроля за употреблением? Да, вообще никогда и никакого, вот. И более того, меня вот в анонимной алкоголике, да, меня направил доктор-нарколог. То есть, я был после детокса никакой, она мне дала номер телефона, ну, сказала, пойдите, вполне возможно, что вам это поможет, да, и у меня было всё равно отрицание какое-то время, да, и месяца через три я пришёл, и как-то на втором, на третьем собрании я начал слышать, о чём это, да, я действительно о том, как мне трезвому жить, никак мне не употреблять алкоголь, потому что у меня были и кодировки, и были они достаточно удачные, да, и моменты сухости, трезвости были, да, но жить мне было всё равно плохо, вот, в анонимных алкоголиках я этому научился, да, вот, как-то так. Ну, вот как именно, на ваш взгляд, программа помогает выздоравливать, Андрей? Ага, добрый день. Ну, я вкратце расскажу свою историю. Ну, я обращался тоже, ну, много раз к врачам, то есть профессионалам, психотерапевтам, наркологам, и два последних, то есть один, ну, видя, что со мной поделать ничего нельзя, отправил меня к наркологу. И, то есть это был первый человек, кому я вообще, ну, поверил, да, я ему рассказал про свои, ну, как это правильно сказать, изменения. И он, то есть внимательно выслушал, да, и, то есть это был тот человек, ну, кому я доверился полностью, да, потому что до этого понять меня никто не мог, и отворачивали голову, ну, в сторону, да, с такими полуулыбками. Вот, и он меня потом, он меня даже втолкнул, он меня направил в группу анонимных алкоголиков, которая тогда была там на улице Аптекас, да. Вот, и чтобы, то есть, на мой взгляд, очень много, ну, непонимания происходит из-за невежества и предубеждений, да. То есть изначально, вот, когда в Америке образовалось сообщество, было очень тесное взаимодействие с врачами, с психиатрами, с священниками, да. Карл Юнг участвовал в написании программы, да, и так далее. И все они взаимодействовали, ходили, ну, что называется, к друг другу в гости, да. Те приходили на конференции, там, и все. Ну, такова история анонимных алкоголиков, которая датируется 1934 годом, да. У нас здесь немножко своя история. То есть у нас единственная вот наша весть заключается в программе выздоровления, 12 шагов, которые нужно пройти. И вот так называемая вот наша, ну, то есть работа с наставником именно, да. Это человек, который, ну, прошел программу, у него есть некоторый опыт, и он берется передать дальше. Но делается это таким образом, что не так, как слепой-слепого ведет, и оба в яму упадут, да. То есть там все предусмотрено, чтобы не было вреда друг другу. Да, мы сейчас поставим еще комментарий, который как раз в том числе и об этом рассказала Венита Дава, руководитель программы реабилитации зависимых Миннесот. Давайте послушаем. Если смотреть на таких людей, которые, ну, прошли терапию, да, то они уже ходят туда на анонимные группы уже с пониманием, что там происходит, что они там слышат, видят, да, зачем они туда идут, да. Да, там люди уже знают свою цель. Если человек, ну, не знает, без лечения, без ничего, то, конечно, там тоже больные люди, да. И тогда это там не цель людей, выходит не трезвость, да, а что-то немножко другое, да. Они там ходят, может, ну, как еще просто сказать, там мы... То, что говорят на группах поддержки, они говорят, что самое основное – это трезвость, да. А мы, те, которые уже лечились тут, мы говорим, что трезвость – это только первое начало, чтобы человек мог бы начать выздоровление и, значит, лечение, да. А лечение – это будет психотерапия, да. И тогда, да, может, и такие посещения группы, если нет лечения психотерапевтические, да, то они могут помешать. Это факт, да. Потому что там уже, ну, нет ни одного профессионала, который бы указал, что вот то, что сейчас вы говорите, вы сейчас гоняете тяг, скажем, да, или сейчас вы проявляете агрессию и, ну, какое-то неуважительное отношение друг к другу. Это там не будет. Да, ну вот как можете прокомментировать? У нас немного до перерыва остается, ну вот, если можно коротко, Андрей или Петр. То есть дело в том, что, то есть у нас существуют традиции, которые нам предписывают, ну, там, чего-то делать, ну, как правильно смотреть на вещи, да. Вот. И мы, ну, мы не имеем мнения по поводу профессионального лечения. Мы не выступаем против ни в коем случае. То есть алкоголизм, болезнь очень сложная, она затрагивает всего человека. И поэтому кому-то надо там, кому-то нужны психиатры, кому-то нужны, обязательно нужны. То есть я сам видел, я сам знаю, какой фронт там, какая-то, это ужасно тяжелая работа, требующая там самоотречения, да. То есть, ну, работа с такими, как я, то есть с безумными людьми. Ну, вот как раз Венитава говорит о том, что цель анонимных алкоголиков – это трезвость, а это не должно быть панацея. В реабилитационном центре, по ее словам, программа направлена на то, что в первую очередь это выздоровление личности. Вот. Только в том случае это может быть эффективно. Вот, вот этот важный момент, то есть госпожа Давы, то есть большой респект ей, уважение, она немножко просто не знает. Они не, ну, у нас нету взаимодействия и контакта. Чего хотелось бы, мы бы их с радостью пригласили бы к нам на открытые собрания, поговорили, что именно, что трезвость не является. Трезвость, она же сухость, да. Чистота. Да, я буду пребывать в состоянии безумия. То есть цель, то есть изменить себя, и мы это делаем. То есть именно программа «12 шагов» это делает. Есть люди, спору нет, есть отдельные, ну, им помогает. Есть ведь тяжелые пьяницы, да, есть алкоголики. Им помогает пребывание в группах, баня, бассейн там, и им хорошо. У них все хорошо, да. Алкоголика хронического отличает то, что он в трезвости, он не может жить. И таймер до следующего запоя, вот отсчитывает, да, с последнего. Пока не произойдут изменения именно в личности. Цель, нету цели трезвости. Наша большая книга, она не об этом, она не об алкоголе вообще. И не про меня вот, или не про Петра, она о другом, да. И мы это изучаем. Да, мы сейчас прервемся на несколько минут, потом продолжим. Оставайтесь с нами. Да, мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Выбор». Мы говорим сегодня об алкогольной зависимости, и если у вас в семье есть такая проблема, или есть волнующие вас вопросы, истории, которыми вы хотели бы поделиться, звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Продолжаем наш разговор. У нас сегодня в гостях врач-нарколог Илзе Максима, здравствуйте. И также у нас участники общества анонимных алкоголиков. Андрей Петр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Продолжаем нашу дискуссию об эффективности всех возможных способов избавления от алкогольной зависимости, о возможном взаимодействии между различными организациями как раз в процессе лечения. Ну вот мы поставили комментарий как раз руководителя Миннесоты, что она думает по поводу непосредственно посещения группы, каким образом, какое у нее видение. У нас в гостях участники общества анонимных алкоголиков, которые имеют свою точку зрения. Ну и сейчас мы поставим еще один комментарий, который она дала нам, после поговорим об этом. То есть вы не поддерживаете, если зависимый человек, минуя, скажем, врачей, и реабилитационный центр сразу отправляется в общество анонимных алкоголиков? Нет, там не будет лечения. Там не будет лечения, да, там будет группа поддержки, там будет, как бы, лозунги, уже 80 лет эти группы существуют в мире, да, там же книжки с лозунгами, я не пью только этот день. Ну и так люди живут, и, конечно, они трендовые, но они остаются больными. То, когда уже начинает выздоравливать их мышление и восприятие, там, может быть, ну, очень много лет надо пройти, когда человек уже сам выходит на очень здоровые выводы и понятия. Там как минимум тогда 8 лет трезвости нужно, да. А если человек идет на терапию, то мы это можем очень быстро и указать, и показать, и человек уже не должен так длительно этого, да, надо идти сам, когда уже сам выходит. Да, я понимаю, о чем вы говорите, но, тем не менее, вот такие, ну, фразы можно часто услышать от людей, которые, например, ну, скажем, живут зависимыми, они говорят, ну, если есть результат, то и хорошо, но главное, чтобы он был. Ну, я и говорю, наверное, этот результат, люди думают очень узко, что это трезвость, просто трезвость. А болезнь же хроническая, они болеют и в трезвости, вы понимаете? Они нездоровые, они больны и в трезвости, и это связано с их психикой, да. И там можно только психотерапией помочь такому больному человеку, ничем не другим, ни лекарствами, ни торпедами, ничем. Это уже методы, которые, да, они как бы на страх, да, человек не употребляет, но он же с той же психикой и остается, да. Ну, вот, и проблемы, и в отношениях, они-то остаются. Ну, вот такой комментарий, сказала, что зависимые алкоголики остаются больными в трезвости и без психотерапии никак, что вы можете сказать по этому поводу? Я бы и хотела. Да, пожалуйста. Мне кажется, очень важно не дойти до какого-то противостояния. Очень важно именно такое сотрудничество и ведение, ну, разностороннее. Потому что человек же очень разный, очень, ну, на него нельзя посмотреть с одной стороны, и другую не видеть, не хочу видеть, да. Мне кажется, что иногда, вот, когда начинаются возможные, ну, неизвестности между теми, которые дают помощи, тогда человеку со своей проблемой вообще теряется очень и даже очень, потому что он уже не понимает, кому верить, кому нет. И я согласна с коллегой, что это болезнь, которую лечат, и лечат болезни врачи. Но есть очень много разных систем, которые помогают человеку с заболеванием, с переменной личности ещё как-то себе помочь. Потому что человек очень несчастен, и он несчастен с очень раннего своего возраста, даже, ну, очень даже, да. И, значит, этот разносторонний подход, самое лучшее, что для него возможно. Но мы не знаем, в какой ситуации жизни он вообще, ну, решил искать эту помощь. И если это сначала группа, а не психотерапия, пусть так и будет, это хорошо. Но, возможно, вот в сотрудничестве есть эти, ну, в группах есть люди, которые понимают, что одна помощь группы невозможна, что нужно специалистов, они и направляют туда. И врач рад помогать, и обратно отпускают в группы. Мне кажется, это было бы самое прекрасное сотрудничество. Да, это процесс взаимодействия. Что вы думаете? Я могу сказать, что когда я пришёл в анонимные алкоголики, тогда у нас ещё в Латвике-то не было шаговой программы, да, то есть, ну, по шагам особо никто не работал. И дело в том, что я понимал, что я безумен, да, и я не знал, где искать помощи. Я слышал часто про Миннесоту. Зайдя на сайт, я посмотрел, что это стоит 140 латов по тем деньгам стоило, да. И у меня, у алкоголика, который находится на самом дне, да, у которого, грубо говоря, покушать нечего, да, таких денег вообще нет. И я в очередной раз, я понимаю, всё, у меня больше некуда идти, всё, всё, это дно, точка, да. Но, опять-таки, каким-то волшебным образом нашёлся наставник, да, и успешно прошёл шаги. И что касаемо, опять-таки, шагов, да, алкоголь упоминается только в первом шаге. Мы бессильны перед алкоголем. Всё. Все остальные 11 шагов о том, как научиться жить трезво в мире с самим собой, с окружающим миром, да, и быть полезным. Вот. Быть полезным окружающим, то есть перестать быть эгоцентриком тем, каким я был всегда. Да, действительно, то, что на это нужны годы, это факт, да. Не за 28 дней, не за год и не за три, наверное, это не произойдёт, но я могу сказать, что это происходит. У меня сейчас как раз около 8 лет, да, в ноябре, вот если всё должно было, должно быть, да. Вот. И я просто могу себя сравнить с сегодняшнего, с тем, который был 8 лет назад, да. Это вообще два разных человека абсолютно. Более того, ну и мои близкие видят, это гораздо лучше, да. То есть раньше, когда я держался, да, обычно говорили, лучше бы ты пил, потому что ты был понятен, предсказуем, и всё, да. Вот. Но вот этого нет, да, потому что я могу судить только по себе, да, и по тем людям, которых я вижу вокруг себя, да, из анонимных алкоголиков, какой человек был, когда он пришёл, и каким он становится, постепенно проходя программу, да. И там мне не надо верить, мне предлагают попробовать, мне не надо верить. Мне говорят, вот, попробуй, получится хорошо. Не получится, значит, не получится. Ну вот как раз о взаимодействии. Давайте ещё короткий комментарий поставим. Послушаем, что мы смогли руководить программой Миннесор. Ну, у вас есть, например, в любом случае тех пациентов, которые посещают и реабилитационные центры, в то же время и общество? Ну, то есть совмещают это? Да, есть такие, есть такие, конечно. Те, которые прошли наше лечение, идут на группы поддержки, ну, они уже сами делают свои выводы, да, что, что они уже тут обучены, да, и навыкам, и тем инструментам, которые мы им даём в этом лечении. Ну, тогда уже человек, как бы, он, обрубляясь, да, он уже, ну, такой вооружённый, он не будет поддаваться, может быть, какими-то там импульсами, которые проходят и идут насчёт его, скажем, в таких группах, да, ну, там это происходит. Ну, вот позитивный опыт присутствует, по её словам, но так или иначе с такой оговоркой, что тогда должен быть вооружён уже изначально человек, прошедший Миннесот уже вооружён, он может ходить на собрание, но уже вот тогда это будет во благо, когда у него есть определённый багаж. Что скажете по этому поводу? Ну, дай Бог, чтобы это так и было. То есть, опять же повторюсь, у меня нет мнения, ну, там, да, я не могу, ну, не могу ничего сказать. Ну, только основываясь на личном опыте. По поводу, ну, программы Миннесота, я знаю, что очень многие практически сейчас уже все через неё прошли, да, я хотел, как мне бы хотелось, чтобы было некое несотрудничество, ну, взаимодействие, чтобы исчезла предвзятость. Сейчас она присутствует. Предубеждение. Ну, я это просто слышал. Ну, да. Я это услышал. То есть, очень многое изменилось. То есть, да, и я вижу, что достоверной информацией они не владеют, и я бы хотел бы их приглашать также на открытые собрания, да, чтобы вот именно в беседе, ну, чтобы они на своём опыте убедились, да, то есть, насколько люди безумны, да, посещающие собрания. И, как я это вижу, у них же есть группы, они могут приглашать кого-то из групп, кого они считают нужным, пусть скажут свои условия, и которые могли бы там нести весть. То есть, грамотно нести весть, да. У нас есть традиция, что мы, назначение группы помочь тем, кто ещё страдает. Вот и всё. Больше у нас нету ничего. То есть, у нас есть тоже свои правила, да, у нас есть шаги и традиции, и ещё 12 принципов обслуживания. У нас очень много всего есть. И я тут согласен, что трезвость – это не самоцель. Ну, во всяком случае, для большинства. Но люди, повторюсь, разные. Кому-то помогает, да, просто быть трезвым, и я не могу на него давить, я не могу его лечить. Я же не психотерапевт, да. Вот, кто считает нужным, обращается к наркологам и к психиатрам, и там тоже разные подходы, разные люди. И так же и через Миннесоту прошли. То есть, слава богу, что всё это есть. Раньше этого ничего не было, и люди просто умирали. Умирали в ЛТП. Было такое заведение, да, тюрьма для алкоголиков. А ещё раньше их сажали в тюрьму, да. Вот. То есть, я за взаимодействие и за исчезновение вот этих предубеждений. Сейчас я вижу, что не хватает информации, да. Очень многое изменилось. Ну, это как раз о предубеждениях. Когда происходят рецидивы участников анонимных алкоголиков, такое ведь тоже случается. Это бросает тень на всё содружество в целом? Как вы считаете? Когда это громогласно, может быть, становится известно, то... Нет, это громогласно не становится известно. И тень это не бросает, потому что у нас не лечебная организация. У нас написано, что мы должны быть самостоятельными. Да, мы не секта. Мы не обсуждаем политику, медицину и так далее. Мы это не обсуждаем. Вот. То есть у нас цель делиться своим опытом, силами и надеждой. И всё. Если бы я, когда пришёл, мне бы кто-то что-то бы... Ну, надавил бы на меня, сказал, что я что-то должен делать и что обязательно что-то должен делать, я бы там ни дня не остался. То есть у нас такая вот подлинная демократия в этом плане. Но люди, опять повторюсь, люди разные. Люди разные. Разные степени повреждения. Разные... Есть и диагнозы там страшные, да, всякие. Ну, всё есть, да. Поэтому все нужны. Я против какой бы то ни было конкуренции и ссор каких-то. Я за дружбу и взаимодействие. Потому что люди продолжают умирать. То есть наши вот алкоголики. И я повторюсь, речь идёт о хронических алкоголиках, не о тяжёлых пьяницах, да. То есть именно о тех, кто... Он в трезвости ему ещё хуже, чем когда он в употреблении, да. Да, я почему спросила вас об этом. Давайте ещё один комментарий поставим из центра Миннесоты. Как раз вот о негативном опыте, с которым там приходилось сталкиваться непосредственно психотерапевта, с которым мы общались. А с негативным опытом после, например, анонимных алкоголиков вам приходилось сталкиваться у пациентов, которые приходили... Ну, вы думаете, негативные? Ну да, люди же приходят, которые и годами ходили, только на группы. Да, у них такое. Они пришли, они говорят, да, мы там подружились и вместе вот дружно пошли и в кафе, и выпили, да. Таких очень много ситуаций есть. Да. То есть совместно с группой пошли и дальше уже... Ну, не, скажем, вся группа, да, но такие были, да, скажем. Ну, там, если так сказать, и по лечению, то, конечно, как во всём мире, это трое здоровые из десяти больных, да. Ну вот, приходилось ли вам сталкиваться, когда приходят действительно на группу, после чего срываются, о чём как раз говорит госпожа Давы. Насколько это частая история вот таких срывов, опять же? Я знаю, ну, человека, который периодически, он постоянно ходил на группы в течение восьми лет. Постоянно пил, срывался, и более того, он тоже не брал медаль, он знал, что он всё равно будет пить, да. Но он всё равно ходил, потому что ему некуда идти, да. И опять-таки, пройдя программу «12 шагов», человеку пришёл гряное изменение, да, и это тоже происходило на моих глазах, да. И когда человек понял, что больше он употреблять алкоголь не будет. Вот. А то, что люди пьют, они пьют и после наркологов, и после минесоты, и после собраний, и без собраний, и после клубов трезвости, потому что это болезнь. Человек пьёт, потому что он болен, ну, не потому, что что-то неэффективно для него. Да, я как раз хотела напомнить, что это биопсихосоциальное заболевание, которое задевает разные стороны жизни человека, и потому, поскольку это очень сложное заболевание и хроническое, подход действительно тоже требует разносторонний, да. И рецидивы возможны, принимая любое лечение, рецидив возможен, потому что это хроническое заболевание, которое не вылечивается. Но его можно хорошо лечить, или это психотерапия, или это рехавилитация, или это лекарства, или это группы поддержки, или всё вместе взятое. Главное, чтобы вернулся квалитет жизни этого человека, что бы ни делал, он живёт и может чувствовать более-менее себя хорошо, и может продолжать жить и начать себя ценить, что он вообще есть. Мне кажется, всё это именно в этом ощущении. Что мне это даёт? Какая разница? Главное, что я могу себя оценить и это чувствовать. И мне кажется, эти люди, которые болеют, они вообще-то довольно одиноки вообще по жизни, по своему ощущению. И эти группы поддержки, они создают возможность высказываться, они, может быть, дают возможность человеку вообще быть выслушанным, не опять продвинутым куда-то, что кто-то другой знает больше, лучше меня, что мне нужно. Мне кажется, это часто как раз человек бросает обратно. Но этот человек тоже требует очень индивидуальный подход, который может исходить из психотерапии, в том, что врач может проследить и про другие стороны здоровья человека. И мне кажется, это так логично, что он знаком и с группой, и с врачом. И он сам по своему состоянию здоровья или квалитету жизни делает выбор, когда он спрашивает эту помощь и кому. И это было бы прекрасно, что это было бы. Ну вот если так абстрагироваться немного от самой зависимости, безусловно, как мне кажется, сострадание по-настоящему к больному, оно есть у специалиста, несмотря на регулярный опыт общения. И в конечном итоге, как мне кажется, для специалиста, для врача также важно, чтобы больной просто был здоров, избавился от своего недуга, был от него каким-то образом освобождён. Это, наверное, главная цель всё-таки. Но если зависимый, опять же, минуя нарколога, идёт в анонимные группы, это же просто с точки зрения экономической не очень выгодно для врачей-наркологов. Можно ли здесь говорить о какой-то конкуренции? Ну мы живём в капитализме. Да, тут можно посмотреть на эти стороны по-разному. Но я опять возвращаюсь к тому, что если мы исходим из ведения болезни, что бы это ни было, если человек видит, что у него в той ситуации, в нашей точке жизни что-то плохо, и он чувствует себя ужасно, и он дошёл до такого уровня самоуничтожения, но импульс изнутри говорит, нет, я не хочу себе вот этого. Мне кажется, всё равно, что идёт напротив или что он выбирает, главное, это даёт возможность посмотреть на себя по-другому, увидеть дороги, по каким алгоритмам, по какому он может пойти, потому что эта надежда ему нужна. Давайте сейчас послушаем ещё комментарий, который нам дала Веня Тадаву, руководитель программы Миннесота, как раз о конкуренции, и потом обсудим. А как мы можем конкурировать с обществом, которые, они же не профессионалы, и они не занимаются лечением. Там про конкуренции вообще не идёт речь, но то, что там больной человек, с дефектами характера, где есть конкуренции, что там больные люди хотят конкурировать со социалистами и заниматься якобы лечением, вот это точно там происходит, это факт. Это да, а мы-то нет, нам-то это что, это не наш, а у нас про конкуренцию тут вообще не стоит вопрос. Нет-нет. Ну вот, как, можете прокомментировать эти слова, что в анонимных руководителях не специалисты, а больные люди, как выразилась врач, которые хотят конкурировать со специалистами. Вот что об этом, по этому поводу думаете? Ну, я не могу отвечать за какие-то, ну, частные мнения, но, ну, как бы мнение сообщества в целом, да, то есть вот то, что прописано у нас в традициях, то есть этого нету и близко, да, то есть мы не имеем мнения, да, то есть программа Миннесота, это что-то другое, то есть мы никак, то есть это разные вещи, абсолютно разные, да, они помогают людям, они делают свою работу, и повторюсь, почти все у нас прошли, так что поэтому, ну, какая конкуренция? Это могут быть домыслы, да, но мы об этом вообще не говорим, да, то есть у нас единственное, что я могу сказать, да, насчет нашего, ну, дилетантизма, да, то есть есть опыт миллионов людей, да, ну, как его, можно его игнорировать? Старировать? Ну, я не знаю, я не знаю, мне это помогло, я подумал, если это помогло им, а я что, хуже, что ли, или лучше? Может быть, и мне это поможет, да? У нас есть, так называемая, наша пятая глава, которая говорит, что редко встречали человека, который строго бы следовал по нашему пути и потерпел неудачу, да, то есть речь идет о выздоровлении, исцелиться мне не дано. Что значит исцелиться? Это то, что я буду пить, и мне за это ничего не будет, и при этом буду контролировать все, вот этого не будет, это я знаю, да, что такое алкоголизм? Это феномен тяги, вот этот аллергический, да, потому что когда попадает рюмка, я уже не могу остановиться, и мышление, да, вот это мышление алкоголика, да, и мы с этим очень тщательно разбираемся и помогаем друг другу, делимся опытом. Мы не лечим вообще изначально, у нас нет такой цели лечить. Лечат профессионалы, тут я согласен. То есть я еще раз вот услышал, что просто не хватает информации, поэтому я бы их призывал, но они очень закрыты от нас, да, и опять же призываю не обращать внимания на какие-то частные мнения, мало ли что может транслировать, ну, чья-то голова, да. Ну, подводя уже итог нашего сегодняшнего разговора, что касается взаимодействия, вот на Ваш взгляд, насколько оно сегодня эффективно осуществляется с общества анонимных алкоголиков, с реабилитацией, с врачами-наркологами? Ну, мне кажется, что информации у врачей есть про группы, и возможность предлагать людям посетить эти группы, и как найти сайт, и что делать. Насколько врачи это используют, я не могу ответить, да. Насколько я знаю, Миннесота вообще изначально все время сотрудничала с группами, это происходило, и это были всегда такие шаги, что консультация, детоксикация, Миннесота, и тогда уже передается, как бы, да, или индивидуальная терапия, или эти группы, такой логический ход лечения человека, да. И, ну, я думаю, что, может быть, напоминать, именно важно, может быть, и со стороны специалистов про эти группы, и, ну, насколько я знаю, ну, группы это делают, но это не популяризируется, как реклама, и так далее, потому что это... Ну, это не входит в вообще политику, скажем так. Да, и потому, получается, это может давать журналисты, это могут давать общества, которые слышат про то, чем это занимается, и человек с проблемой слышит, ищет сам и находит. Да. Специалист тоже, может, даже семейный врач это может подсказать, туда обратиться. Давайте номер напомним. Так вот, я продиктую номер. Ну, то есть группы анонимных алкоголиков на этот раз, да, то есть которая может, ну, дать информацию дальше, да, и направить в группы, которые, ну, располагаются географически удобнее. Два, пять, три, два, восемь, три, четыре. Да, ну что ж, на этом нам пора заканчивать, время у нас подошло к концу. Спасибо, что вы пришли, врач-нарколог Илзе Максима и участник общества анонимных алкоголиков. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо. До свидания.